Здарова, Санёша! Вижу ты окреп! Слышал, тебе два зуба вставили. Я смотрю, я уже нажрал себе массу на двух-то зубах вставных. Что там у тебя с ногой случилось? Ногти сквозь носки проросли. Ногти врезались в палец. Я думал, сквозь носки проросли ногти, и ты ходил в больницу, удалял ногти, чтоб носки снять. Но это ноготь удалили сегодня. Да, вообще ты без ногтя? У меня и на этой нет ногтя. А где они? На правой ноге, вот на этой. А где они? Это удалил хирург. А как они у тебя так, блять? Ну, они как-то вросли, блин, они вот такие, ну, в мясо врезали. Или что-нибудь, мешали, что ли, каким-то образом? Ну, они толстые, во-первых, вот такие вот. Их не подстрижешь, это надо распаривать их, и потом только подстригать. То есть ногти растут, а подстрижь их невозможно охереть можно. Очки у тебя какие-то модные. Рэй-бан. У тебя Рэй-бан, да? Ни хрена себе. Ну, Made in Italy написано. Да? Ну, я у бороды брал в прошлом году. Ага. Понятно. А я уже понял. Мне нравится, что они не черные такие, а на паре. Ну, да, типа того. Ну, ты представительно выглядишь, блин. Надо это самое, уже нам какую-нибудь фирму организовывать, а тебя зиц-председателем ставить. Нормальная должность у тебя будет. Да хуй вас знает. Блин, тут, кстати, тебя можно было бы, конечно, зиц-председателем поставить. Да я тут что-то пошерстел интернет, а все льготы инвалидам отменили. Представляешь, вообще все. Ну, насчет ИП, там вот это вот, насчет налогов, там вообще все-все отменили льготы. О, блин. Сказали, пенсионер, если ты пенсионер, то плати денежки как все. А если инвалид, то еще вдвойне. А какие у меня льготы-то были? Не, ну там, типа у инвалидов, по-моему, раньше было, короче, вот, по-моему, по налогам какая-то там скидка была, что ли. Потом еще за оформление ИП, наверное. Что-то такое, короче. Просто что-то случайно тут по работе залез. Да мне там один этот в церкви говорил давно, говорит, давай, ну, в Москве тебя в фирму зиц-председателем возьмем. Ну, это было года три, наверное, назад. Даже года четыре где-то вот так. Ну, вот, а сейчас вот все. А так можно было, да. Был бы у тебя, типа, получал бы ставку там, платили себе. А так бы контора была действующая, а ты нихера не делал. Вот сдавал бы вот лежанки тут. Ты вот лежанки тут, наверное, охраняешь или кто здесь живет, Саша? Ну, вот это вот конкретные тут лежанки тут. Какие-то вон тут картины. Что за картина там стоит? Бичуганы тут местные проживают. У них какие-то вон диванчики там неплохо обустроились. Подушечки. Ну, да, какие-то подушечки там у них. Любят комфорт. А все бомжи, бомжи. Бомж, не бомж, а комфорт любят. Хороша барбариска. Что тут за растение, Саша? Вот это не знаю. Не вставляю это, но нет. Вороний глаз какой-нибудь. Нет. Ты слыхал новость? У грача открытый перелом большого пальца на левой руке. Нет, я не слышал. Пошел на охоту, а на него там из кустов, короче, вроде как то ли кабан, то ли вепрь какой-то выпрыгнул. Ну, и было его задрать хотел, а грач ему палец в рот засунул. И тот ему хрясь, короче, и перекусил его. И у него тераптый перелом, блин. Человек только три дня как на работу устроился. Только-только начал работать как порядочный человек. Пользу государству приносить. А тут такая фигня случилась. Вот грачу вообще не везет, блин. То прыгнется, то со сцены его какой-то дурак там сдернет. Да. Да, пятки он тогда себя раздробил, блин. То вот на охоту пошел, блин. Открытый перелом, блин, пальца, блин. Открытый перелом, ты серьезно же, да? Ну да, а что ему гипс какой-то накладывали? Ну, конечно, наложили ему гипс. А как же он с открытым переломом? Открытый перелом, это когда кость торчит. Ага. Да. Второе. Вот расскажи, у тебя вот какие переломы были? У меня пальцы вот сухожилия перерезаны, смотри. Вот эти два, видишь? А, вот они у тебя. Скрюченные. Я еще на гитаре умудрялся играть, как Тони Йоми. У него же после пожара это тоже, рука, что-то пальцы. Ну да. Саша, а вот скажи, вот как ты считаешь, вот интернет это хорошая штука или нет? Конечно, да. А ты знаешь вообще, что интернет это как бы разработка ЦРУ? Нет. Ты не знал об этом. Это разработка ЦРУ. Только потом они как бы, не знаю, я не вдавался в подробности, как это вообще стало мировой паутиной. Но факт тот, что это разработка ЦРУ. Россия же не придумала своего интернета. Китай вот придумал. Северная Корея придумала. Ну да. Не, вот такие изобретения, да. В 20 веке, наверное, самые такие. Это телефон сотовый, да? А радио Попов изобрел. И вот это, интернет. А самолет изобрели братья Можайские. А, да. А этот еще, как его, геликоптерный изобрел, Сикорский. Во, видишь, все наши. Ну да. Все наши за границу уехали и там запатентовали все это дело. И Харли Дэвидсон типа говорит. Ну вот как пиздеж может быть. Что это? Харли Дэвидсон. Харламов и Давыдов. И Давыдов, да. Харламов и Давыдов. Харламов и Давыдов, да. Ну да, это прям как про Шварценеггера. Иван Чернов. Да? Да. Шварценеггер и Иван Чернов. Он наш был. От советов убежал за границу и качаться начал. Я вот такую версию слышал в фильме «Лунопарк». Да, да. А так вообще у нас много изобретателей. Менделеев водку изобрел. Так Пчелкин говорит, что… Так что говорит профессор Пчелкин? Блин, сейчас, подожди. Что рассказать-то? Опять у меня начинает это, клинить. Клинить, да. Как весной был, я забывал. Это потому что тебе ногти на ногах удалили. По изобретениям мы с Сашей разговаривали. Да я помню, а что я хотел. Кто изобрел велосипед? А, нет. Что сотовый телефон изобрел какой-то давно, в 50-х наш русский. Сотовый телефон? Ну да, но он был громоздкий такой здоровый. А, ну и ВМ мы тоже изобретали. Да, наверное, да. Ну, зато мы в космос первые полетели. Гагарин полетел. Весь мир охренел. Как-то так. А еще какие изобретения у нас есть, Саш? А я не помню. А вот лично ты что изобрел? Я ничего. Как же так? Нет, что-то ты изобрел. Подумай хорошо. Нет, не помню. Не помнишь, ты просто забыл, Саш. На самом деле ты изобрел пузырь мэна. Ты забыл? Нет, я не помню. Помнишь ты пузырьки от этого? Коры дуба на пальцы одел. 10 пузырьков. Коры дуба. Выпил 10 пузырьков, одел на пальцы и сказал, что я пузырь мэн. И извинял я. Да, да. Ну, я уже пьяный был в той поре. Ну, конечно. В той поре. После 10-ти пузырьков пузырь мэна. Пузырь мэн. И ты обрел. Это вот есть, ну, типа, кинокомпания. От рома надо вот им отправить. Типа, у нас есть для вас новый герой. Пузырь мэн. А то они там все тактических монстров там каких-то развивают. Там фильмы снимают. Вот надо сказать им про пузырь мэна. Сделайте серию комиксов. Цирроз гарантирован. В ближайшее время прямо. Цирроз гарантирован, да. Цены, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем мир. Пис. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова